На железнодорожном вокзале Белграда сегодня тушили условный пожар. С огнём боролись дежурные караулы сразу трёх пожарных частей. Был привлечён пожарный поезд. За действиями спасателей на стратегическом объекте наблюдала наша съёмочная группа. Задымление в камере хранения. Приступаю к тишению пожара. Задымление в подвальном помещении железнодорожного вокзала обнаружил работник камеры хранения. Именно отсюда, по легенде, и пошло возгорание. Ликвидировать пожар своими силами пытаются работники вокзала и добровольная пожарная дружина. Но ситуацию осложняет сильное задымление. Дежурная по вокзалу незамедлительно вызывает спасателей. Дежурная по вокзалу Чушкина Лариса Васильевна. У нас за границей окольного этажа камеры хранения условно. Принято? Спасибо. Ожидаем. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранять спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Первоочередная задача – эвакуация людей. В здании железнодорожного вокзала находится больше двух сотен человек. Они покидают помещение в течение семи минут. Привлекают даже пожарный поезд. К месту происшествия прибывают дежурные расчёты первой, второй и специализированной пожарных частей Белгорода. В тушении условного возгорания занято 37 огнеборцев, спасателей и представители служб жизнеобеспечения. Выясняется, что задымлённые помещения покинули не все. Четыре человека оказались в огненной ловушке. Спасатели помогли им выбраться и передали бригаде скорой помощи. На борьбу с огнём ушло 35 минут. Железнодорожный вокзал, как мы сегодня посмотрели, мы отработали не только с руководством железнодорожного вокзала, а также отработали взаимодействие с пожарным поездом, который у них стоит на станции Белгорода. Он привлекался также к учениям. Мы нашли общий язык. По взаимодействию я хочу большое сказать спасибо руководству. Мероприятие очень серьёзное, хоть и учебное. В любом случае надо было проверить состояние работников вокзала, готовы ли они к этим мероприятиям или нет. Проверить охранно-пожарную сигнализацию, громкоговорящее оповещение по всему зданию, потому что в здании вокзала находятся сторонние организации, которые работают ежедневно, и их надо было своевременно эвакуировать. Такие тренировки помогают отработать механизм взаимодействия всех экстренных служб. Сегодняшние учения получили оценку хорошо. Алла Голдинова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.